В Чебоксарах открылся большой ледовый дворец. В первый день работы комплекса здесь устроили грандиозный праздник. Гостями торжественной церемонии стали и известные спортсмены. Большая ледовая арена, тренировочный каток, зрительские трибуны на 7,5 тысяч мест. Четыре года назад эти планы казались амбициозными, но все они воплотились в реальность. Мечты сбываются. Главное в это верить. Дамы и господа, ледовый дворец Чебоксары-Арена торжественно объявляется открытым! Чтобы стать свидетелями грандиозной церемонии открытия дворца, горожане были готовы приехать сюда задолго. У главного входа на протяжении двух часов работали интерактивные площадки, выступали аниматоры и представители спортивных федераций. На только что залитом льду свои номера показали юные хоккеисты, шортрекеры и фигуристы. Всего в этом шоу задействовали более 500 человек. Это тот самый случай, когда культура и спорт сливаются воедино. Вообще, возможности этой ледовой арены безграничны. Здесь планируют проводить не только концерты, но и выставки. Уже в конце июня в конференц-залах дворца состоится открытие Чебоксарского экономического форума. Легендарный хоккеист Владислав Третьяк заявил, что именно здесь он намерен разыграть свой кубок. Престижный турнир может пройти в Чебоксарах уже в следующем году. Сюда будет приехать, приезжать не только команды российские, но иностранные. Поэтому мы хотим, чтобы действительно этот дворец жил. И он будет жить только когда здесь будет проходить соревнования по фигурным катаниям, школы и по хоккею. Поэтому мы договорились, поэтому всех наших детей ждут большие сюрпризы. Наша задача создать условия. Это социальные проблемы, но решать, чтобы большинство не болтались на улице, а раз не здоровым и крепким. Приятную для горожан новость сообщила и Ирина Слуцкая. В столице республики двукратная чемпионка мира планирует открыть свою школу. С юными спортсменами из Чебоксар фигуристка познакомиться успела. Она уверена, что именно здесь удастся вырастить будущих чемпионов. У меня есть две школы фигурного катания в Московской области и Ивановской области. Сейчас планируется открытие еще в Московской области. И если мне позволят, то с удовольствием я хотела бы здесь тоже открыть школу свою. Детишек у всех горят глаза. Это очень редкий случай, потому что дети сейчас загружены в чемпионы, загружены компьютерами, ядрами. А здесь дети, они настолько чисты, наивны и настолько вот желают всего. То есть это чистый лист бумаги, на котором можно рисовать красивую историю. Я полагаю, что наше молодое поколение, наши детишки, которые катаются, они уже имеют определенный опыт, есть определенные уже победы. Но нам надо создавать молодежную команду для того, чтобы выходить по тем стандартам на высшие уровни по хоккею. Большое будущее чувашскому хоккею предрекают уже сейчас. Недавно чебоксарская команда «Спартак» завоевала золото в чемпионате страны среди юниоров. Но то ли еще будет. За последние годы мы построили более 50 объектов физической культуры и спорта. Вложили туда миллиарды рублей с одной единственной целью, чтобы наши жители занимались физической культурой и спортом. Этот дворец уверенно почетные гости станет вкладом республики. Будущие спортивные победы страны. Медриковалев, Андрей Спиридонов, Олег Якимов, Расиль Мухаммедов и Андрей Шоклев. Республика.